Всем добрый день. Меня зовут Богдан, я работаю в Сурамидсу. Макото, да, это будет доклад на русском языке. Я могу на английском, но в принципе у нас все, кроме Макото, понимают русский язык. Я работаю в Сурамидсу. Макото, предыдущий докладчик, это мой директор. Я поговорю немножко про Ироху и про наш следующий проект, Кагомы, который был обозначен у Макото на слайдах как Polycadot. И как мы применяем некоторые технологии, и как мы планируем применить некоторые технологии, которые используются в Кагомы, то есть Polycadot в Ирохе. Конкретно этот доклад, это выступление про Leap2P и про то, как мы собираемся это использовать в Ирохе. Ну, для начала про Ироху Макото уже рассказал. Вы можете почитать документацию, можете посмотреть. Ирохе — это приватный блокчейн, он permissioned, то есть группа компаний собирается, создают сеть и управляют этой сетью. Консенсус у нас собственный, и это another consensus, як. Можете детально тоже прочитать на GitHub. И очень важная вещь, которую я хочу указать, это способ общения нод между собой. То есть нода — это компьютер или, может быть, процесс в компьютере, который общается с другими такими же самыми процессами. И, собственно, в этом P2P как бы сущности проявляется. То есть P2P — это peer-to-peer коммуникации. И в основном в Ирохе мы используем JRPC для коммуникации везде. Я поговорю как раз про недостатки этого подхода в JRPC и что мы исправим после перехода на Leap2P. Ну, в основном JRPC. Какие проблемы? Вот, например, TLS. Допустим, мы хотим включить TLS для того, чтобы ноды, которые общаются между собой, чтобы они шифровали свои коммуникации и аутентифицировали друг друга. Мы не можем это просто так сделать, потому что для того, чтобы они аутентифицировали друг друга, нужен Certificate Autority, CA. NCA — это, как говорится, Central Point of Failure. То есть у нас наша децентрализованная сеть становится централизованной. Поэтому мы изначально, когда проектировали Ироху, мы вообще выбрали PlainText, потому что в JRPC это тяжело, в принципе, делается. Это какие-либо Plagable, TLS, SSL. Все это довольно сложно делается. Также, если вы используете JRPC, то если вы планируете использовать несколько сервисов, то будьте готовы к тому, что вы будете открывать несколько портов. Допустим, у нас есть Consensus, у нас есть Ordering Service, есть клиентская API. Конкретно здесь Consensus и Ordering Service, они сгруппированы в один сервис, но Client API — это другой сервис. И для того, чтобы стартануть Ироху, нужно забиндить сервер на два порта в системе. Потенциально у нас мы можем захотеть еще другие сервисы туда добавить, то есть там какой-то пинг-сервис или еще что-нибудь. Потенциально их может быть очень много. Только если вы используете JRPC, то вы сможете использовать только соединения напрямую. То есть каждый пир должен видеть других пиров напрямую. Мы не можем использовать NAT в этом случае для начала. Немножко про Kagome. Это наш следующий проект, который мы делаем. Он не базируется на Ирохе. Это отдельный проект. То есть мы его делаем для Web3 Foundations. Kagome — это японское слово «палькодот». «Палькодот» — это обычное слово «перевод», слово «палькодот». «Палькодот» — это вот такой рисунок. Если вы видите где-то, то на английском это называется «палькодот». Его разрабатывают как раз Parity, Web3, Gavinwood. Все вместе. Состоит весь проект из трех главных частей. Это libP2P, consensus, vasm-интерпретатор и все остальное, что внутри используется для конкретных утилит. Здесь я хочу указать на вот этот network stack, на котором все основано. Здесь все основано на libP2P. То есть lib — префикс, lib — это библиотека, p2p — это peer-to-peer. Это библиотека для peer-to-peer коммуникации. Мы про нее не знали, когда писали Ироху. Ее, в принципе, тогда и не было. Эту библиотеку разрабатывает Protocol Labs. Это компания, которая занимается поддержкой IPFS. В принципе, существует три реализации, которые более-менее вы можете сейчас использовать на JavaScript, на Go и на Rust. То есть libP2P предоставляет как раз набор утилит и уже готовых компонентов для того, чтобы вы могли просто вставить свой проект и использовать. То есть вы не пишете соединения, то есть там коннекшены, вы не пишете broadcast механизм, вы не пишете как разработчик, вы не пишете безопасность. То есть вам не нужно думать о том, как ставить туда TLS, например. Или вы не думаете о том, какие сервисы вы, в принципе, можете использовать. То есть она не ограничит вас в этом. Конкретно вот эта библиотека, она используется в IPFS, в гореализации, наверное, во всех реализациях, в сабстрате. Сабстрат — это как раз фреймворк от Web3, который, на основе которого делается Polkadot. И Ethereum 2.0. То есть следующая версия Ethereum, которая разрабатывается сейчас на C++ в том числе и на Go, они используют libP2P. То есть вроде как они сами пишут его. Конкретно больше про libP2P можно почитать здесь, libP2P specs. Я хочу подготовить вас дать несколько терминов, которые используются в libP2P. И я буду к ним обращаться, к этим терминам. libP2P как раз нацелено на то, чтобы предоставлять future-proof, скажем так, компоненты. То есть это такие компоненты, которые вы можете изменить в вашем коде без потери обратной совместимости. Например, адресация. Вы используете Boost. К примеру, вы пишете на C++, вы используете Boost. Boost.Asio, к примеру, для того, чтобы создавать TCP-соединения, для того, чтобы писать в сокет, отправлять сообщения и так далее. Если вы используете Boost.Asio, то вы обязаны использовать Boost.Adress. Есть такой класс, который подготавливает как раз… то есть он определяет IP-адрес, там IPv4 или IPv6. И для TCP и UDP это разные классы. Потенциально, если вы захотите использовать новый протокол, например, Quick, вы не можете это сделать с ASIO. Вы должны это все выпиливать, вы должны потом вставлять заново Quick-адреса и очень много переписывать кода. Представим, что у нас есть… что мы делаем такую адресацию. Это просто строка, которая определенным образом отформатирована и она стандартизирована. То есть конкретно вот первый адрес – это slash IPv4, IPv4-адрес, потом дальше UDP и порт. Потенциально вы можете мультиплексировать многие протоколы здесь. Например, DNS-4 протокол, вставляем DNS-адрес. TCP – вставляем порт. SNI – это специальный экстеншн для TLS. То есть мы указываем, что мы хотим по 443-м порту использовать TLS и мы хотим обратиться к домену example.com. Мы обращаемся по этому домену. Далее мы используем протокол HTTP. По протоколу HTTP мы используем host example.com. Мы используем slash index.html. То есть конкретно вот этот мультиадрес, он очень… то, что он на английском называется composable, его можно как угодно крутить. И, по сути, это просто строка. Все, что вам нужно для того, чтобы его использовать, это просто парсить эту строку, по сути, и создавать. Это называется мультиадрес. Есть такая штука, как мультихэш. Мультихэш – представьте, что вы, скажем, пишете блокчейн, вы хотите что-нибудь хешировать и хранить хеши в блокчейне. Предположим, что вы выбрали SHA-256. Вот вы запустили блокчейн, и они хранятся, все хорошо. Вдруг объявили, что SHA-256 больше небезопасен. Что вы делаете? Вы должны остановить блокчейн, вы должны сделать апгрейд, вы должны сделать хардфорк. И, в принципе, для мейнтеннца это очень все плохо. Мультихэш – это обычная строка, точно так же, как и мультиадрес, который префиксится просто определенным форматом. Тут добавляется два байта, то есть тип хэша, который мы хотим вставить, и его длина. Например, вот здесь вставляется код хэша, длина в байтах хэша, и потом суффикс – это хэш. Таким образом, мы можем из самого контента хэша определить, какой тип хэша мы используем. И поскольку это просто строка, мы можем их как угодно добавлять, убавлять в любую, вообще как угодно. Ну и мультистрим, он не очень значительный, но тоже используется. Например, вы хотите создавать кастомные какие-то протоколы, вы просто называете их, например, слэш, tls, слэш, версия, слэш, секо, слэш, версия. То есть таким образом через мультистрим добавляются лейблы для кастомных протоколов. Пир или нода – это, собственно, процесс, участник P2P-сети. Кто-то называет пир, кто-то нода, как угодно. Пир-ид – это такая структура данных, которая идентифицирует уникально конкретную ноду. То есть это ID пера или ID ноды. Оно считается как ш256 публичного ключа ноды. Таким образом, ноды генерируют себе ключевую пару, считают себе пир-ид. Дальше мы, допустим, шарим этот пир-ид с кем-нибудь. Вот это мой идентификатор. А тот, с кем мы шарим этот идентификатор, может спросить – докажи. Вот мой публичный ключ, посчитаешь A256 хэш, он посчитает и сравнит. Вот пир-ид, вот я посчитал. Матч, все хорошо. То есть они еще и provable. То есть здесь provable, verifiable. Stream – это такая абстракция, которая… Тут, наверное, я заранее забегаю, но я расскажу. Абстракция – это просто такая абстракция, как сокет, через которую можно читать, писать данные. Можно закрывать стрим, можно открывать стрим. Lp2p вообще сама по себе – это очень модульная библиотека. Что это значит? Есть набор базовых компонентов, которые используются везде, во всех реализациях. Есть так называемые адаптеры. Адаптеры – это, в принципе, паттерн такой, который используется в программировании. Определяется какой-то интерфейс для адаптера. И дальше все, что подходит под этот интерфейс, можно добавлять, убавлять как угодно. Например, что я имею в виду? Вот транспорт, к примеру, мы можем захотеть использовать TCP для нашего транспорта. То есть мы хотим reliable транспорт, мы используем TCP. Не хотим TCP – нужен unreliable транспорт, но быстрый – используем EDP. Не хотим это все – используем Quick. То есть это такая вещь, которую мы можем в любой момент, даже в рентайме, вытащить и вставить новый апгрейдер. Это такая штука, которая позволяет небезопасным транспортом, скажем так, да, я тут немножко не сказал, что все транспорты, все адаптеры транспорта, они все возвращают уже по умолчанию безопасные и мультиплексированные соединения. Безопасные означает, что они зашифрованы и аутентифицированы. Multiplexed означает, что через один connection можно создавать множество логических стримов. То есть происходит мультиплексирование, демультиплексирование стримов. А стрим – это такая вот сущность, которая типа как сокет. Соответственно, у нас есть транспорты, некоторые транспорты, транспорты как TCP, UDP. Они небезопасные и не мультиплексированы по умолчанию, поэтому их нужно как-то апгрейдить. Некоторые, например, Квик от Google, который Google Chrome используется, он по умолчанию построен на UDP, но они добавляют в протокол по умолчанию безопасность, шифрование и по умолчанию мультиплексирование. Соответственно, у нас есть security адаптер, то есть мы можем вставлять туда TLS, noise, если хотим, CQO. Есть муксер адаптер, то есть это просто разные алгоритмы муксинга, которые мы хотим использовать. Есть такая штука multiselect. Это такой компонент, который помогает перу договориться о выбранном протоколе с другим пером. Например, всегда есть инициатор соединения и адреспондер. Сначала они договариваются о том, что они используют мультистрим. Хорошо, первый handshake закончился. Дальше у нас инициатор. Хочу использовать TLS, вот такую версию. То есть он управляет мультистрим. Отправляет, он проверяет, поддерживаю, не поддерживаю. NA, not available. Дальше. Хочу использовать CQO. То есть он поддерживает и вот этот, и вот этот. Хочу использовать CQO. Окей, CQO поддерживается. Дальше используется CQO handshake, то есть соединение вот в этот момент, после этого момента, после успешного handshake, соединение уже безопасное. И в Lip2P все соединения все безопасны. То есть это базовое требование для соединения, чтобы оно было зашифрованным, аутентифицированным и мультиплексированным. Ну а дальше после CQO handshake мы выбираем. Хочу использовать Implex. Это мультиплексор. Окей, используем Implex. Да. Когда я говорил про адаптер, вы можете в адаптер вставлять, например, хочу использовать TLS и CQO. В каком порядке вы укажете, в таком порядке он и будет спрашивать. То есть, ну на самом деле это implementation-specific, то есть здесь никаких приоритетов нет. Базовый upgrade flow, скажем так, он работает так. Допустим, у нас есть TCP-соединение. Мы установили TCP-соединение с другим пером или UDP. В UDP нет соединения, ну допустим, мы просто отправили флаг, там сообщение, хочу установить с тобой соединение. Дальше первое, что делается, делается первый upgrade. Делается secure connection из этого коннекшена. Выбирается один из поддерживаемых security адаптеров. В этом случае у нас там TLS, может быть noise. Если вы не слышали, noise – это фреймворк для создания handshake-ов. там Diffie-Hellman и все остальные. CQO – это дефолтная реализация UDP2P. То есть типа а-ля TLS, но не TLS. Следующий шаг. Окей, мы сделали безопасное соединение. Мы делаем мультиплексированное соединение. Используется YAMUX или MPEX, допустим. И дальше юзерские протоколы мы используем. То есть мы используем ping или там мы хотим битторн использовать или еще что-либо. Существуют другие транспорты, такие как WIC. Они по умолчанию уже безопасны и мультиплекс, поэтому им не нужно делать этот процесс апгрейда. Поэтому мы их просто используем. Они сами устанавливают соединение, сами все делают. И просто отдаем его пользователю. И здесь я должен наговориться, что пользователь не использует connection напрямую никогда. Пользователь всегда создает стримы. То есть пользователь всегда создает стрим поверх коннекшена. И это ведет к тому, что в децентрализованных сетях, допустим, мы строим IPFS или еще что-нибудь. Или мы делаем Ethereum. Как я говорил ранее, в Rohe есть проблема того, что несколько портов нужно открывать. А если еще TLS найти порты, то нужно как бы insecure плюс secure порты открывать. То есть уже в два раза увеличивается. Здесь всегда будет безопасное соединение и всегда будет ровно один порт открыт. Хотя множество сервисов будут работать параллельно. Да, стримы. Стримы всегда отдаются юзеру. То есть отдаются юзеру connection. У connection есть интерфейс new stream. User говорит connection new stream. И дальше уже у этого стрима есть интерфейс для записи, чтения, сокет и так далее. То есть мультиплексирование плюс-минус так и работает. То есть есть мультиплексор, есть демультиплексор. Поверх одного connection мы используем, допустим, такой набор протоколов. И здесь такой набор протоколов. Они могут быть разными. И в момент, когда мы используем стрим, наш мультиплексор, он использует какие-то внутренние алгоритмы. Это зависит от того, какой именно мультиплекс адаптер вы используете. Он каким-то образом решает, какой сейчас протокол мы используем для передачи. То есть не всем протоколам нужно использовать и вообще передавать данные. Вот прямо сейчас бывают такие протоколы, когда, вот как пинг. Вы отправили пинг, секунду подождали, получили ответ. Секунду подождали, отправили пинг. Вот раз в секунду вы теряете целое соединение на то, чтобы просто секунду ждать, ничего не делать. Да. Конкретные цифры, конечно, зависят от реализации. То есть во всех трех реализациях, плюс в нашей реализации C++, они все будут разные. Плюс-минус, конечно же, если у вас есть такие протоколы, которые вы хотите им дать максимум количества ресурсов. Например, загрузка файла. Вы передаете этот файл, и он весит терабайт. Вы не хотите, чтобы кто-то еще использовал этот ресурс. Конечно же, можно написать такой муксер, который будет приоритизировать. И просто будет отдавать 99% времени загрузке файла и 1% времени всем остальным, к примеру. То есть, конечно, есть механизм такой, который позволяет тегировать стримы, коннекшены. То есть мы потенциально можем несколько коннекшенов иметь к перу через один и тот же протокол или даже разные протоколы. То есть потенциально их может быть много. И все это, в принципе, можно реализовать. Просто вы скачиваете библиотеку, пишете свой муксер, вставляете туда. Да, это все учитывается, конечно. Если используется транспорт TCP, TCP он по умолчанию безопасный. То есть там есть окно, которое сладим в Windows. Если вы используете UDP, то вы сами должны вот это окно реализовать. Вы должны это делать в муксере. То есть муксер ответственен и за backpressure, и за connectivity, и вообще за все. То есть ему дают транспорт, ему дают connection. И по этому connection он дальше уже реализует все свои кастомные протоколы сверху. То есть это все можно реализовать. Все, что угодно. Есть еще несколько частей. Есть некое хранилище, называется это PeerStore. Это некое хранилище, оно содержит информацию о, например, observed-адреса. То есть все адреса хранятся в виде мультиадресов всегда. То есть адреса в частую никогда не используются. Observed-адреса, например, публичные ключи других пюров, там какие-то метаданные мы можем устанавливать пюрам, там какие-то метрики можем слушать, то есть там latency к пюрам, к примеру. Есть адаптер DHT, то есть это distributed hash table. Ну, к примеру, там кодемлия можем просто воткнуть и используя там key-value хранилища между пюрами. То есть, например, DHT использует кодемлию в IPFS. То есть они это реализовали и используют. Есть модуль discovery. Есть одна вещь в IP2P такая, которая… Кто-то может подумать, что это недостаток, кто-то как преимущество, но когда вы открываете connection к другому пюру, то всегда этот connection должен быть authenticated. То есть вы знаете, кому вы звоните, скажем так. Вы знаете ID пера того, кому вы звоните. Это нужно для того, чтобы не было митом атак. То есть, ну, потенциально вы, допустим, знаете ID, вы подключаетесь к перу, он говорит, я вот этот ID, а вы ему пру, докажи. Допустим, там какой-то handshake, там TLS происходит. Он дает вам публичный ключ, вы считаете ID, а он не подходит. Все, authentication error. Но с другой стороны, ну, как бы, с одной стороны это минус, с другой плюс. Так вот, discovery adapter – это такая штука, которая позволяет обнаруживать вот эти ID. То есть не только ID, можно любую метаинформацию оставлять. Ну, пример может быть, Bootstrap. Bootstrap сервис – это просто вы даете список перов, их ID-шников, вот это перы, пожалуйста, с ними общайся. MDNS – это просто в локальной сети. Floodid – UDP пакетами. Это обычный бродкаст. Мол, вот мой ID, пожалуйста, откликнитесь. И все, кто откликиваются, они тоже вот мой ID. И таким образом потом дальше все это в PerStore сохраняется. И PerStore, я еще говорю, что PerStore – это персистентная структура, которая… это можно в PostgreSQL, например, сохранить. То есть там интерфейс-репозитория, можно куда угодно, там в SQLite, в PostgreSQL. У нас in-memory пока реализация есть. Есть роутинг-адаптер. Роутинг-адаптер – это такая штука, которая, допустим, у вас нет напрямую соединения с пером. То есть он за натом находится. Но потенциально вы можете… вы хотите, допустим, с ним общаться, с этим пером. Используя определенные алгоритмы, например, там, CAD-роутинг, там используется CADEMLIA и Random Walks для роутинга, для того, чтобы два пера через третьего могли общаться. То есть можно через третьего, можно через четвертого, пятого, десятого, сколько хотите. Зависит от алгоритма. То есть вам, как разработчику, нужно будет написать такой модуль, втыкнуть его в этот адаптер. И, в общем, можете… Все, кто втыкнул, скажем так, в этот адаптер, смогут его использовать. Вот наша реализация на C++. Те, кто знаком с C++, вот эта конструкция может показаться очень странной, но мы используем dependency injection и всякие очень мудрые штуки для того, чтобы облегчить настройку и, в принципе, использование Lip2P в нашем проекте. То есть, например, вот эта вся штука, она… То есть здесь вы указываете, какие-либо транспорты хотим использовать, муксеры какие хотим использовать. То есть вы не создаете инстансы этих муксеров и всего остального. Почему? Потому что, к примеру, для того, чтобы создать TCP транспорт, вам нужно создать апгрейдер. Чтобы создать апгрейдер, вам нужно дать ему список муксеров и плюс список security и вот этих штук, плюс конфиги, плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Всего очень много. И правильно все это создавать трудно. Мы используем DI, то есть dependency injection, для того, чтобы все это быстро создать. Мы в своем коде гарантируем, что если вот это скомпилировалось, то значит все будет работать. То есть это compile-time dependency injection. Работает PIR плюс-минус как веб-сервер. То есть вы ему говорите, хост, хочу, чтобы ты хендил вот этот протокол. Вот такой callback передается. То есть если вы писали на JavaScript и писали, использовали Express, к примеру, вы точно так же указываете, типа там, express.get, например, чтобы get-запросы хендлить. И сюда передаете адрес, на котором хотите хендлить. И тут callback получаете. Вот это плюс-минус то же самое. То есть вы получаете стрим, который bidirectional, который асинхронный. То есть здесь можно, здесь все на callback, то есть все можете передавать. И писать, и читать одновременно можете. То есть вполне это дуплексное, фулл-дуплексное. Единственная вещь, мы используем outcome-result. Это такая штука, которая появилась в Boost 1.70. Это вот если вы когда-либо программировали на C++ на Boost ASIO, вы знаете, что там используются callback и error-коды. То есть error-код первым аргументом всегда идет, и дальше потом аргументы возвращаются. Вот эта штука все это убирает. То есть она хранит либо результат, то есть это с IST, либо ошибку. То есть вы убираете лишний аргумент. Соответственно, вот мы и сказали, наш хост хендли вот этот протокол ping. Дальше peer-info это такая структура, которая содержит peer-id и его адреса, мультиадреса. То есть когда я говорил, что все connection открываются authenticated, это вот как раз об этом и была речь. То есть у нас есть структура, в которую мы должны передать ID peer-a, к которому мы хотим позвонить. Мы открываем новый стрим, передаем эту структуру, говорим, хочу открыть ping, и вот callback. Этот callback вызовется, когда уже соединение откроется. Либо переиспользуется существующее соединение, либо откроется новое. Дальше, соответственно, здесь мы опять же читаем, пишем, что угодно. Делаем host.start, все, наша application работает. Да, мультиадреса. Да, все хэши — это мультихэши, все адреса — это мультиадреса. Пока что нет спеки для подписей, для алгоритма подписей, но мы над этим работаем, чтобы также можно было переключать алгоритмы подписей. Да, это всегда так работает. Это то, что у нас уже есть сейчас в нашем репозитории. Это github.com suramitsu kagome. Это то, что у нас уже работает. Только в том случае, если обе ноды знают ключевую пару одну и ту же. Если это потенциально разные люди, то другому, второму человеку нужно будет как-то украсть ключевую пару эту. Если он украдет, да, будет вторая нода с таким же айдишником. Если приватные ключи у меня есть на ноде, 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 на ноде. Это одна и та же, да. То есть при подключении неизвестно, как будет, что он зайдет в любой канал? Это зависит от адреса, да. Этот пир-ид всегда используется только для одного, для того, чтобы аутентифицировать пира, к которому мы хотим соединиться. Если все прошло, то соединение установится. Если нет, то нет. То, что у нас уже есть на C++, мы пишем на C++ 17, то есть у нас есть PeerStore уже. Из муксера мы реализовали Ямукс. Секьюрити у нас пока нет. Ни TLS, ни CQO, ни Нойса пока ничего нет. Мы пока реализовали обычный plaintext. Это все равно адаптер. То есть нам нужно этот адаптер вставить в нашу ноду и чтобы оно работало. Если нет адаптера никакого для конкретного, то есть вот есть как бы сокет для адаптера. Есть место, куда его нужно вставить. И если ничего туда не вставить, не соберется просто программа. DI просто не сработает. Он зависит от адаптера, от какого-то, но их нет, значит ничего не соберется. Из транспорта мы сделали TCP. Мы сделали все мультиштуки, мультихэши, мультиадреса, вообще все. И мы делали вот этот хостбилдер, который на предыдущем слайде показал. Да, summary. LIP2P в принципе очень модульное и расширяемое. Потенциально разработчики могут уже определять свои собственные какие-то адаптеры. То есть если это транспорт, они могут написать… Новый транспорт вышел, Quick, к примеру. Они могут написать собственный адаптер, зареализить его как библиотеку. И другие разработчики могут потом эту библиотеку себе качать, вставлять. Все будет работать само. Точно так же для роутинга, discovery, security и всего остального. Каждая часть, которая есть в LIP2P, ее можно заменить. Абсолютно все. Поскольку используется мультиплексирование, вот эта проблема, которую я указывал с G-RPC, то, что у нас много портов открывается, этой проблемы нет. Это на самом деле… Вот мы разговаривали с Protocol Labs. Они сказали, что особенно для IPFS это была проблема, потому что не все операционные системы и не все как бы environment, в которых IPFS запущен, разрешают поднимать несколько портов. То есть один порт открыли, все. Больше не разрешают. Поэтому вот это существует. И хорошая новость в том, что LIP2P, как только мы ее зареализим, мы будем постепенно ее внедрять в уроху. То есть мы уйдем от G-RPC совсем. Возможно, только оставим для клиентских API. Для интернет-коммуникейшн мы будем использовать LIP2P. Я напомню проблему как раз про множественное соединение решаем мультиплексированием. То, что нужно соединение напрямую с другими пирами, решаем routing-адаптером. То есть мы пишем какой-то routing-алгоритм, который мы вставляем туда, и он магическим образом у нас работает. Безопасность по умолчанию решена, потому что все коннекшены, они все безопасны по умолчанию, LIP2P. Да, routing. И у нас также один очень хороший плюс появляется. Вот это future-proof алгоритмы. К примеру, в Ирохе мы сейчас немножко… Есть проблема обратной совместимости с тем, что если мы захотим поменять вдруг в Ирохе алгоритм подписи, то просто это очень… Очень просто это нельзя сделать. Нужно делать hard fork. Нужно делать новую несовместимую с предыдущими версиями версию Ирохи. И все. Вопросы? Спасибо. Да. Смотрите, любой протокол обычно, особенно если на основе него начинает строиться, это своеобразная основа. И если у нее есть какие-то уязвимости, то проблема тех уже продуктов, которые используют. Расскажите, каким образом вы осуществляете security audit вашей системы, насколько вы third parties используете и насколько вы их проверяли в процессе работы. Я понял вопрос. Все, что связано с security. Да. Краткий ответ. Мы не делали пока никаких security audit, потому что мы… Пока активная фаза разработки идет, то есть мы даже не до конца все реализовали компоненты. Я думаю, в ближайшие 2-3 месяца мы закончим абсолютно все и зарелизим первую версию. Из зависимостей мы используем в основном только самые известные, типа Boost. То есть если есть уязвимость в Boost, ну, понятно, это не только наша проблема, весь мир, это проблема для всего мира, потому что это очень популярная большая библиотека. Мелкие какие-то зависимости мы не используем. Ну, может быть, там LevelDB, например, от Google. Но опять же, это Google. То есть если там есть уязвимость в LevelDB, то это значит, что есть уязвимость в Chrome. Если есть уязвимость в Chrome, то это куда более серьезно, чем уязвимость в Leap2P. Да, еще вопросы? Да. По перформансу вы свою библиотеку на C++ и Rust сравнивали? Я так понимаю, с JS нет смысла сравнивать, а Rust и ваша C++? Мы обязательно сравним после релиза. А предварительно хотя бы на тех, что есть? Нет, пока ничего нет. Активная фаза разработки пока идет. Спасибо. Спасибо.